Девушки отдыхают Пардон, я сию минуту уйду. Я только на секундочку прилег отдохнуть, а я не знал, что это ваша кровать. Это безобразие! Он, глядите, вперся с ногами на мою кровать. Да я, может быть, знакомым своим не разрешаю с ногами находиться. Ах, вот ты мне где попался, рыбий глаз. Скажи спасибо, что ко мне дама пришла, а то б я из тебя размазню сделал. Проходите одну минутку. Чего? Что это значит? Как прикажете это, понимаете? Я требую объяснить! Прекрати сейчас же истерику. Я свободный человек. Имею я право в свой выходной день прийти к товарищу по работе, попить чаю? Ах, это у вас называется попить чаю. Честное, благородное, только чай. Да что вы меня за идиота принимаете! Ах ты рыбий глаз! Кому апельсинчики, кому витаминчики? Сколько стоит, сынок, твои апельсины? Рубль, папаша. Всего один рубль. Взвесь ко мне три килограмма хороших. Какие килограммы? Одна штука рубль. Ага, не понял. Одна штука рубль. Штука? Ну, я бы дал тебе рубль. Если бы был уверен, что ты на эти деньги купишь хоть один грамм совести. Иди гуляй, папаша. И не мешай удовлетворять возросшие потребности покупателей. Эх ты. Кому апельсины? Кому витамины? А вот апельсинчики. А чем апельсины? Рубль, красавица. Всего один рубль, дочь. Ну, я очень спешу. Меня ждут люди. Я понимаю. Ну, нельзя же так оставлять. Так что придется, уважаемый товарищ Молодцов, пожертвовать другими делами. Ради, так сказать, предотвращения. Да не беспокойтесь. На работу мы сообщим. Все будет в полном порядке. Плюс благодарность. А может быть, и премия. Вот теперь вы непосредственно при исполнении. Я попрошу побыстрее, товарищ Рокотов. Я позваю немедленно. Ждите приезда бригады. Меня на работе ждут. О том, что вы находились здесь, получите справку в милиции. Милиции. Там обрыв на фестивале. Надо позвонить, чтобы приехали. Какой обрыв? Провод оборвался. Да, цепление уже выехало, товарищ полковник. Провод оборвался, высоковольтный. Понятно. Кто-нибудь охраняет обрыв? Да, я поставил дружинника. Ну, жильцмены пошли. Пол-литра ель живой. Не говорите, Свет. Это почему это? Я знаю, вы будете ко мне приставать. Ой, ладно, спи при свете. Давай, раздевайся. Не за что. Я знаю, что вы от меня хотите. Ничего от тебя не хочу. Да, все вы так говорите. Спи уже. Сплю. Наш девиз. Мы рады вам, вы благодарны нам. Версаль. Версаль, извините, туалет на вокзале, а у нас комфорт. Ничего, что я без смокинга. Что вы, что вы, клиент всегда прав. А для удобства имеет сменная обувь. Эрмитаж. А как насчет культурной программы? Большой выбор отечественных и зарубежных видеофильмов. Так можешь сначала чайку или кофейку? А нет ли у вас чего-нибудь покрепче? Покрепче, молодой человек, после 14 часов. Хозяин. Извините. Можно вас на минуточку? Что это? Артист, дайте мне последний шанс. Я этого агента в гроб, в могилу, в преисподню закопаю. Это я тебя закопаю. Это я тебя закопаю. Я вас всех закопаю. Как проклятый капитализм. Болваны, слабаки, педерасы. Один агент и столько наших трупов. Кат всегда предлагал сдаться, предлагал сдаться, предлагал сдаться, предлагал сдаться. Некогда сдаваться. Завтра прибивает шейх. И если уж вы тут проявите гуманизм, я вам покажу кущину, мать. Клянусь, насчет шейха все будет окей. Артист. А это что это ты такой? Черноухий, а? Это что за абстракционизм? Артист. Разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допрощишься? Пришлось у одного негра взять. Орхан. Для пересадки. Процесс пошел. А дядя Вася жук. Да, жучок. Я как сказал ему про зеленый, у него сразу глазки заблестели. А Маша хороша. Хороша Маша, да не ваша. Куда она денется? Ну, тоже с характером. Сразу раз поморбить. Ну, и правильно. Потому что девушка любит животных, а вот ты любишь деньги. Я не деньги люблю, а то, что на них можно купить. Да? Да. Вывернулся. Вывернулся. Ну, ладно, Машу я нейтрализую. Как бы она тебя самого не нейтрализовала? Запомни, баба или бизнес – понятие несовместимое. Ага. Короче, с чего мы начнем? А-а-а. Ну, медведь у нас есть. Ну, раз. Место для сафари? Ну, есть у меня одно на примете. Два. Два. Ну, а клиенты? Да, клиенты весь серьезно. А где их взять? Ну, да. Продолжение следует...